Всем привет! Это я, Пес Алтай. Нет-нет, говорить я не умею. Это всё мой чудесный ошейник. Он помогает мне перевести собаческого на человеческий одно важное сообщение. Если вы хотите помочь проекту, заходите на сайт дети.радиовера.ру и нажмите на кнопку «Помочь проекту». Радиовера и журнал «Фома» представляют. Вопросов недетских скопилось очень много У Верочки и у Фомы Ответить непросто, заглянем по-соседски К знакомому доктору мы О тайном, о вечном, о личном и сердечном О жизни, о вере, о мире бесконечном Мы спросим опять и опять О ближнем, о давнем, о главном и неглавном За чаем с вареньем Беседовать так славно И истину вместе искать И истину вместе искать Пасха Приветствую вас, ребята Ах, какой сегодня день Великий день Самый радостный, самый важный для всех людей Пасха Христова Да, забыл представиться Меня зовут Михаил Гаврилович В прошлом врач Сейчас на заслуженном отдыхе А это мой верный Алтай с вами здоровается и меня встречает Я только что из храма Был на ночной службе А утром пришел еще раз на позднюю литургию На крестном ходе встретил своих соседей Веру и Фому Брат и сестрой Мы с ними познакомились на прогулке Любознательные, смышленые ребята Частенько заглядывают ко мне на чай Побеседовать о том, о сём Поучиться друг у друга уму, разуму Сегодня они тоже обещали зайти Хорошо, что успел вернуться до их прихода Идут Встречай, Алтайка Михаил Гаврилович, здравствуйте Привет, Алтайка Здравствуйте, дядя Миша Как у вас пирогами пахнет Не пирогами, а куличом Он вас на столе уже дожидается Христос воскресе, друзья Ой, да Воистину воскресе Воистину воскресе Самым великим праздником вас, ребята Спасибо и вас А почему самым великим? В году ведь есть много праздников Рождество, например Или день рождения Дети, Пасха – самый главный, самый важный, самый радостный христианский праздник Праздник праздников, торжество торжеств, как называет его церковь А почему? Об этом мы сегодня с вами и поговорим Насчет радостного это точно На улице настоящая весна И солнце, и воробьи щебечут, и колокола звонят И люди идут навстречу и улыбаются все Ага, все аж светится И я тоже прям не могу С самого утра хочется прыгать, кричать «Ура!» или что-нибудь такое Ой, а вчера вечером как было? Помнишь, Фом? Конечно, вчера тоже было классно Свечи, огни, все поют И это шествие вот так, вокруг храма Дядя Миша, нас с Фомой с утра уже человек десять поздравила А меня и того больше Христиане приветствуют друг друга словами «Христос воскресе!» «Воистину воскресе!» Сорок дней от начала празднования Пасхи Ого! Сорок дней! Алтайка, не мешай! Эй, куда ты в корзину полез? Вера, он сейчас там все сгрызет А что это у вас там за корзинка? Это мы вам принесли Любопытно Прикрыто платком Ишь ты, крашенки? Нет, дядя Миша Это яйца вареные Пасхальные Мы сами их красили В четверг еще с мамой Луковой шелухой А мама еще раскрашивала другие яйца специальными красками Так красиво расписывала Ей папа и дядя Валера помогали Узоры подсказывали Даже дядя Валера? Да! Это же так положено Что на Пасху все красят яйца Вот и он тоже Вот тут, смотрите Это дядя Валера раскрашивал Красиво Спасибо, ребятки Я и говорю У вас крашенки А у вашей мамы Писанки Так называют пасхальные яйца Ну-ка, погодите Я сейчас Вот у меня тоже есть разноцветные яйца Давайте ударим Посмотрим, что крепче Ага Наши победили Ну, вы как хотите А я за стол Я больше не могу Тут такие запахи Погоди, Фома Руки помой И ты, Верочка Проходи Вот и кулич Вот и Пасха Все сам готовил И чай свежий С земляничным вареньем Ура! С земляничным! Попробуем Ой, держите меня Сейчас я один все съем Ничего себе Самый большой кусок отхватил Да не волнуйся, Верочка Всем хватит И даже Алтайки Его любимый праздничный сухарик Так, доктор Почему вы сказали, что Пасха главнее всех праздников? Да потому, что в этот день Две тысячи лет назад Человеческая история перевернулась И жизнь каждого человека тоже Как это? А так Что от первого человека Адама до Христа была одна история А после воскресения Христа началась другая Это все, конечно, здорово Но механизм пока не очень понятен Какой еще механизм? Механизм процесса Так дядя Валера говорит Мне не очень пока понятно Как происходило это воскрешение То есть воскресение Вечно ты, братик Нет, чтобы порадоваться Механизм ему подавай Ладно Давайте попробуем разобраться в механизме Вы помните историю о первородном грехе? Ну, что-то такое вертится в голове Доктор, а вы напомните Адам и Ева вкусили плод С древа познания добра и зла А, точно Их изгнали из рая, помню Потому что они от Бога отвернулись Не просто изгнали из рая Человек стал смертным Душа его с тех пор разлучилась с Богом Ей стал закрыт путь в Царствие Небесное А с приходом на землю Христа История Адама и Евы повторилась Только наоборот Что значит повторилась Только наоборот? Задом наперед, что ли? Нет Зеркально Если раньше Ева произошла от Адама Она была взята из его ребра То теперь Дева Мария, как новая Ева Безгрешно родила нового Адама Иисуса? Да, доктор? Иисус, получается, это новый Адам? Только тот первый был грешным А этот новый, получается, безгрешный Ха! Выходит, что праздник такой великий Из-за этого? Не только Он великий потому Что Господь своим воскресением Избавил нас от смерти Даровал нам вечную жизнь Да как же избавил, если люди все равно умирают? В том-то и дело Что теперь для всех людей Благодаря Христу Открыта дорога в Царствие Небесное И мы после смерти Можем прийти к Богу Ага Значит, этому все так и радуются Что стали ближе к Богу Да, радуются тому, что Господь избавил нас от смерти А в конце времен наши души снова воссоединятся с телами И мы воскреснем Э, Алтай! А ну, фу! Вера, он опять в корзинку носом полез Куда зубами? Не грызи корзинку Ой! Ну вот, все рассыпал Алтай, фу! Что это такое? По всей комнате яйца раскатились Как теперь собирать? Марш на коврик! Вот так И сиди там Ничего, не ругайтесь на него Мы сейчас с Верой все соберем Так, одно Второе А где три? Вот третье Еще, еще одно Красное Под шкаф закатилось Сейчас достану Кстати, а кто у нас в России Придумал красить на Пасху яйца? А почему Фома-то решил, что это придумали в России? Ну, потому что у нас все так на Пасху делают Даже дядя Валера А хотите посмотреть, где впервые появилось крашеное яйцо? Могу устроить Алтай, ко мне! Принеси-ка свой ошейник Ура! Мы отправляемся в путешествие! С помощью ошейника Алтайки Который может переносить нас в любое время И в любое место И мы увидим, как все было Ура! Не как все было А как все могло происходить Вера, спасибо Да, нам поможет тот самый чудесный ошейник С помощью которого мы можем перемещаться во времени и пространстве Алтай, сидеть! Встали рядом Так Прицепляем поводок Закрываем глаза И переносимся На две тысячи лет назад В столицу Римской империи Стена комнаты исчезла А за ней Великий Рим Вот это дворец Огромный! Вверх ступеньки поднимаются А наверху В кресле Сидит какой-то важный человек Это император Тиберий О! А рядом с ним стража У них костюмы, как в фильме «Гладиатор» Это не у них, как в фильме А в фильме, как у них Ну, какая разница? А внизу, смотрите Перед ступенями стоит женщина В белой накидке Кто она, Михаил Гаврилович? Мария Магдалина Ученица Иисуса Она принесла Тиберию Весть о воскресении Христа Мария так горячо Что-то рассказывает императору А Тиберий не верит Вон, как брови сдвинул И ухмыляется И стражники его тоже хохочут Фу, Алтай! Чего зря лает? Все равно им ничего не докажешь О, смотрите Мария достает белое яйцо И протягивает его Тиберию Зачем, доктор? Мария принесла яйцо В подарок Тиберию Она протягивает его императору Со словами «Христос воскресе!» Ведь яйцо – это символ жизни А Христос своим воскресением Подарил людям новую жизнь Яйцо-то белое Обыкновенное А мы же с Фомой Про раскрашивание яиц спрашивали Подожди, Вера Тиберий слышит слова Марии О воскресении Христа И усмехается Никто, говорит он Не может воскреснуть из мертвых Скорее, это яйцо Которое ты мне даришь Станет красным О, я глазам своим не верю Он даже договорить не успел А яйцо вдруг стало ярко-красным Это фокус, что ли, такой? Да какой фокус, Фом? Это чудо! Смотри, у Тиберия глаза стали круглые А стражники даже рты пооткрывали А-а-а, испугались! Все сгрудились вокруг этого яйца А теперь и совсем растерялся Ничего не может понять Ну как, теперь вы знаете Откуда взялся обычай красить яйца В память об этом чуде Христиане с тех пор и стали Красить яйца на Пасху А теперь возвращаемся домой Нам еще есть о чем поговорить Вера! Вер! Открывай глаза, уже можно Мы уже переместились Ах, чуть не задремала Не выспалась После крестного хода Я был очень рад вас там встретить И ваших родителей И дядю Валеру Ну да, он нас там фотографировал Говорил, что много фактуры И есть что снимать Хоть сам он во все это и не верит И правда, там было что снимать Свечи, фонарики, кресты, иконы Но самое главное Ты ведь не снимешь Как все кричат Воистину воскресе! Как поют! В воскресенье Твое, Христе, спаси Ангели поют на небеси И нас на земле сподоби Чистым сердцем Тебе славити Даже мы запомнили, пока крестным ходом шли и подпевали Молодцы! Мы церковь обошли, а потом пошли домой Потому что уже поздно было А дома взрослые еще праздновали Мама такой стол накрыла Интересно бы посмотреть, что там в храме дальше было А было, Фома, самое главное Пасхальное заутреннее Праздничная литургия Весь храм причащался Потом все поздравляли друг друга Дарили подарки Но ничего Когда-нибудь и вы побываете на пасхальной службе Получается, это надо почти всю ночь не спать А для чего? Для того, Верочка Чтобы вспомнить о воскресении Христовом О смысле нашей веры О всех событиях, описанных в Новом Завете Доктор, вот вы все время говорите Событиях, событиях О каких событиях-то? И почему воскресение Христово называется еще и Пасхой? Мне тоже это интересно Пасха и воскресение Христово Это по сути одно и то же Само слово Пасха или Песах Переводится как прохождение мимо, избавление Когда-то этот праздник Был установлен в память О чудесном избавлении евреев Во времена Моисея И вот, подобно тому, как тогда В древние времена Бог избавил от погибели целый народ Так теперь своим воскресением Он избавил от вечной смерти Не только один народ А все человечество Всех нас Дядя Миша, а как воскресение Могло избавить нас от вечной смерти? Подожди, Верочка Сейчас я чаю согрею И все расскажу Несу горячий чай Со смородиновым листом Подставляйте чашки Так вот, рассказываю Доктор, а можно, чтобы не вы рассказывали? А мы сами все увидели, а? Правда? Чай горячий Пусть он, ну, чуть-чуть остынет А мы пока отправимся в путешествие Алтайка, ты как? Поможешь? Какие вы шустрые Уже все за нас с Алтаем решили Впрочем, почему бы и нет? Чем долго описывать Лучше все увидеть своими глазами Алтай Неси-ка сюда свой ошейник Ура! А куда и вкогда он нас перенесет? На два тысячелетия назад В город Иерусалим В место, находящееся недалеко от горы Голгофы На которой в те времена совершались казни Распятия И окажемся мы там весной В ночь с субботы на воскресенье А почему именно тогда и именно там? Потому, Фома, что незадолго до этого, в пятницу Спаситель был распят на кресте Ученики сняли его тело и положили во гробе В гробу вы хотели сказать? Нет, я хочу сказать именно во гробе Потому что в те времена было принято хоронить состоятельных людей в пещерах Гротах, которые и назывались гробами Иисус разве был состоятельный человек? Нет, Верочка Но один богатый житель Иерусалима По имени Иосиф Который при жизни Иисуса слушал его проповеди И очень переживал за то, что Христа невинно осудили Отдал близким Иисуса пещеру Которую готовил для себя И помог укрыть тело Христа во гробе Становитесь-ка рядом со мной Алтай, сидеть Беремся за поводок Закрываем глаза Открываем глаза Ух ты! Вместо стены комнаты гора И перед горой большущий камень Вер, это не просто камень Смотри, он закрывает вход в пещеру Доктор, это та самая пещера? Та самая, гроб Господень Закрытый огромным камнем И запечатанный представителями Синедриона Высшего судебного органа в Иудее Возле пещеры стражники? Странно Ведь те, кто Иисуса казнил Не верят, что он воскреснет Зачем же тогда им нужна стража? И камень привалили И печать поставили Чтобы даже мышь не проскочила Значит, все-таки они чего-то боятся Может быть, они в душе верят? Первосвященники, по требованию которых Римляне казнили Христа Опасались, что его ученики украдут тело А потом скажут, что он воскрес из мертвых Ведь Иисус сам предупреждал Что воскреснет через три дня А они что, не верили, что Иисус может воскреснуть? Некоторые, видимо, допускали Но сомневались Кто-то знал о чудесах, которые творил Иисус Кто-то замечал, как сбываются пророчества А когда Христос был распят на кресте Ждали, что, может быть, он с него сойдет Сойдет с креста? Да, многие из первосвященников испугались Когда в момент смерти Христа наступила тьма Распались камни Завеса в храме порвалась пополам Но потом, поняв, что с ними ничего плохого не произошло Подумали А, кажется, пронесло, да? Что-то в этом роде Но если бы первосвященники признали Что по их вине на кресте принял мученическую смерть Мессия Народ бы им этого не простил Поэтому они и хотели все оставить в тайне И поэтому, значит, они охрану сюда пригнали Они пошли к главному представителю Римской империи Прокуратору Понтию Пилату И попросили, чтобы тот велел опечатать пещеру И выставить солдат, которые бы сторожили тело Христа до третьего дня Пилату? Я слышала это имя Да, я тоже слышал Это фильм был такой Мастера Маргарита И там был Понтий Пилат Точно, я тоже видела А ты-то откуда видела? Фильм поздно шел Ты уже спала в это время Я через щелочку в двери Немножко совсем подглядывала А потом мама заметила И меня спать отправила В романе Булгакова Мастера Маргарита Действительно такой персонаж есть Еще Пилат упоминается в символе веры Распятого же зоны при Понтийстем Пилате И страдавша и погребенна И воскресшего в третий день по писаниям Значит он на самом деле существовал Этот Понтийстей Пилат Да, это реальный персонаж Прокуратор иудеи Понтий Пилат Ой, что это, что это такое? Земля дрожит Алтайка, держись Ай, какая вспышка Аж в глаза заслепила И грохот Это что, землетрясение? Фома, смотри Огромный камень от входа в пещеру отвалился А перед пещерой появился юноша В сияющих одеждах Это же ангел Охранники так перебугались, что попадали даже Доктор, я правильно понял? Ангел отвалил камень, чтобы вынести тело Христа И оживить его Нет, Фома, не так Смотри, что будет дальше Стражники уже в себя приходят И улепетывают Только пятки сверкают Наверное, бегут всем скорее рассказать О том, что здесь случилось Они, Верочка, бегут к первосвященникам Те сначала удивятся рассказу солдат А потом решат подкупить их Чтобы те сказали всем Что тело Христа выкрали его ученики Но это же неправда Конечно, неправда А что на самом деле случилось в пещере? Куда девалось тело Иисуса? Знаете что? Вернемся-ка мы домой Поговорим немножко в спокойной обстановке А потом снова в Голгофе переместимся Усаживайтесь за стол И слушайте внимательно В ночь с суббота на воскресенье Совершилось величайшее чудо Христос воскрес А можно попонятнее? Тем более, если это действительно так важно Воскрес – это значит, что он был мертвым А потом стал живым? Да Но перед этим случилось еще одно Очень важное событие Пока тело Христа находилось в пещере Духом своим он спустился в ад И вывел оттуда души всех праведников Указав им путь в Царствие Небесное А праведники – это кто? Ну, вера – это те, кто жил праведно То есть, по правилам Иисус вывел из ада тех, кто имел правую веру И следовал ветхозаветным заповедям, данным Моисею А как же другие люди? А также и представители других народов, которые жили по совести Это правильно Если человек жил честно, чего ему в аду-то делать? Согласен Только я не понял Не понял тогда, почему Иисус вывел из ада только праведников А не всех подряд Понимаешь, Фома, и раньше, и сейчас Господь зовет к себе всех И готов помиловать всякого человека Но Он дал людям свободу воли И представь себе Находятся люди, которым эта милость не нужна Они говорят Не надо нам твоего рая Ни к чему нам твое спасение Нам в грехе намного лучше И отворачиваются от Бога И остаются во тьме Ну уж это совсем какая-то глупость получается Свинство какое-то Зачем отказываться от помощи, которую тебе предлагают? Хорошо, что ты это понимаешь Конечно, понимаю Но, честно говоря, не все Михаил Гаврилович, объясните еще вот что Как это тело Христа в пещере, а сам он спускается в ад? Фома, Иисус же не просто человек, а Бога-человек Он же все может, даже в ад спуститься В ад, Верочка, спускались все люди И праведные, и грешные А вот выйти оттуда и вывести других мог только Христос Потому что он действительно Бога-человек Поэтому он и смог сокрушить царство смерти Святой Иоанн Златоуст очень ярко говорит о сошествии Иисуса во ад Ад познал горечь, встретив тебя внизу Познал горечь, ибо уничтожен Познал горечь, ибо уничтожен Не очень понятно, но красиво Познал горечь, ибо не зложен Познал горечь, ибо взят в плен Дядя Миша, а кто там был в аду? Кого именно он вывел? Да, поконкретней, пожалуйста Поконкретней? Ну, например, спаситель вывел из ада Адама и Еву Вывел праведников Тысячи и тысячи душ людей, умерших в разные века Что-то я не понял тут Если они праведники, то почему они были в аду? Фома, ты забыл? До прихода Христа все люди попадали в ад А почему? А-а-а, ты тоже забыла Давай вспоминать Бог дал заповедь Адаму и Еве Не есть плоды с дерева познания добра и зла Но они не послушались А потом, когда Господь призывал их к покаянию Вместо этого стали валить вину друг на друга Вообще Именно за это их изгнали из рая И они стали смертными Это и стало их наказанием за первородный грех, правильно? А-а-а, да Грех, который передается по наследству как болезнь Ну да, конечно Мы же это уже проходили Эх ты, проходили Ты прям как у нас в школе Проходили Бе-бе-бе Да-да-да Спокойнее, спокойнее, ребята Кстати, о чудесах Обидно, что мы их видим только когда путешествуем с Алтайкой Только в возможной реальности И все время в прошлом А в наше время, выходит, никаких чудес уже нет, что ли? А вы, значит, хотите увидеть современное чудо? Хотим, хотим! Только так, чтобы не когда-то там давно А вот прямо в наше время Что ж, есть такое чудо И происходит оно в Великую Субботу Накануне Православной Пасхи Схождение Благодатного Огня Первые свидетельства очевидцев о появлении Святого Света Относятся к четвертому веку А-а-а, опять при царе Горохе Я же просил что-нибудь современное Это не дослушал Именно в наши дни Тысячи людей съезжаются в Иерусалим Чтобы увидеть схождение Благодатного Огня В храме Воскресения Христова Возведенном на месте, где был гроб Господень Что? И в этом году тоже съезжались? И в этом? А в следующем? Если мы с Фомой поедем Сможем это чудо увидеть? Вот подрастете Поедете в Иерусалим И все сами увидите М-м-м, мы сейчас хотим Может, на Алтайке слетаем? А зачем? Есть записи в интернете Сняты замечательные фильмы А в Великую Субботу В день Сошествия Благодатного Огня Из Иерусалима Ведется телевизионная трансляция Из храма гроба Господня Другой разговор! Ха-ха! Обязательно посмотрим! И дядю Валеру позовем! Да, это очень интересно Представители разных церквей Участвуют в этой церемонии Иерусалимский патриарх Молится в Кувуклии Так называется небольшая часовня Возведенная внутри храма Воскресения Христова Прямо над гробом Господним Ку-ку-вуклия Какое странное слово! И немножко смешное! Оно переводится Как покой Царское опочивальне Так вот Иногда молитва патриарха Продолжается очень долго А потом Словно из ниоткуда Появляется огонь Из ниоткуда? Незадолго до этого Весь храм Озаряется вспышками света Но сам огонь Появляется внутри Кувуклии Прямо на камне Патриарх Зажигает от него Свои свечи И выносит наружу Огонь мгновенно Подхватывают верующие Передавая друг от друга Зажигая свечи Целыми пучками Разносит огонь Сначала по всему храму А потом И по всему миру Это как? Благодатный огонь Доставляют на самолетах Во многие страны А что в храме? Народ ликует Умывается огнем Умывается? Представь себе Огонь не жжет В первые минуты Ученые даже замеряли Его температуру После сошествия Она всего 40 градусов А потом уже Подскакивает До тысячи и больше Фантастика А что творится в храме? Молодые арабы Пляшут Кричат Сидят друг у друга На шее Ну знаете Это вы уж придумываете Михаил Каврилович В церкви нельзя Кричать и плясать Фома В этот удивительный момент Можно Мало того Однажды Священнослужители Тоже посчитали Что нельзя Так себя вести И выгнали Молодежь из храма Стали молиться А огонь не сходит Поняли тогда Почему И всех вернули И те снова Стали молиться Кричать Петь И огонь сошел? Да, Верочка Доктор Минуточку Уточните, пожалуйста Что значит Огонь появляется Из ниоткуда Так не бывает Ну, Фома Наверное, там Какое-нибудь Приспособление есть Зажигалка там Или спички Просто их Никому не показывают Нет, Верочка Никаких приспособлений Патриарха Даже обыскивают Перед тем Как пустить в часовню Как-то ему Не дали войти в часовню И он молился На улице У храма В какой-то момент С неба ударила молния Расколола колонну храма И огонь появился Оттуда Ух ты Прямо из колонны Колонна, небось, каменная Тут уже Зажигалкой не обойдешься А, интересно А что бы сказал По этому поводу Дядя Валера А ты спроси Кстати Я думаю Ему интересно будет узнать Что физики Уже проводили Однажды Измерения На церемонии Схождения огня И их приборы Зафиксировали В храме Аномальную Электромагнитную Активность А что такое Аномальная активность? Вер Это тоже что-то вроде молнии Когда электричество Вот так скачет Да, доктор Я спрошу у дяди Валеры Любопытный феномен Никакой не феномен Это чудо Божественное Ты хотел современное чудо? Вот тебе Пожалуйста Ну хорошо Убедили Доктор А нам не пора возвращаться В прошлое В Иерусалим К пещере Мне прям не терпится узнать Что там дальше было Самое время Алтай Ко мне Закрываем глаза Алтай Тихо Ты чего лаешь? Ты кого-то увидел? Правда Смотрите Женщины какие-то Пробираются Ко гробу Господню Это мироносицы Кто? Мироносицы? Да Женщины Которые знали И любили Иисуса Они принесли мира Которым по обычаю Мазали умерших И они еще не знают Что Христос воскрес Им наверное Ангел все объяснил Да? Да Он им сказал Не бойтесь Ибо знаю Что вы ищете Иисуса распятого Его нет здесь Он воскрес Как сказал Подойдите Посмотрите Место Где лежал Господь И пойдите Скорее Скажите Ученикам Его Что он Воскрес Из мертвых А они что Не поверили? Они испугались А одна из них Мария Магдалина Заглянув во гроб Прибежала К апостолам Петру Иоанну Со словами Унесли Господа Из гроба И не знаем Где положили его И апостолы Тоже побежали Туда Петр Иоанн Тоже прибежали Ко гробу И убедились Что Христа Нет в пещере Они увидели Лишь пелены В которые Было завернуто Тело Иисуса Надо же Никто Христа Не нашел Он Он наверное Когда воскрес Стал невидимым Почему же Верочка Видимым И даже Сам Хотел Чтобы его Увидели Поэтому Явился Сначала Своей Матери Марии Потом Марии Магдалине А затем И своим Ученикам По отдельности И всем Сразу Мы сейчас Посмотрим Как это было О, Мария Магдалина Вернулась К огробу И сидит Плачет А это Кто рядом С ней Тихо Подошел Встал Поотдаль Это ангел Это же Иисус Он и правда Живой У меня Даже Дыхание Перехватило А у меня Мурашки Побежали По коже А Мария Магдалина Его не замечает Так и Продолжает Плакать Женщина Приняла Иисуса За садовника И только Когда Спаситель Назвал ее По имени Как раньше Мария Она узнала Своего Учителя Узнала Хочет Приблизиться К Христу Но он Не разрешает А почему Господь Не позволил Марии Прикоснуться К себе Еще не Настало Время Но повелел Ей рассказать Обо всем Увиденным Ученикам Вы говорили Что он и сам Являлся им И тем Которые Пелены Видели Да Являлся Много раз И в разных местах И разговаривал С ними А про пелены Ты Фома Хорошо Вспомнил Ты спрашивал О современном чуде Пожалуйста Вот тебе Еще одно Туринская Плащаница Какая Плащаница Туринская Это те Самые Пелены О которых Мы говорили Кусок ткани В которые Иосиф Завернул Тело Иисуса После снятия Его с креста Дядя Миша Так вы же говорите Что это Современное чудо Ну да Современное Потому что Это покрывало До сих пор Хранится в соборе Святого Иоанна Крестителя В Турине В Италии Ого Ему уже Две тысячи лет Подделка Наверное Фома Плащаницу Изучали В разные годы Самые Именитые Ученые Из самых Известных Университетов Мира И большинство Исследований Показало Что Плащанице Более Двух Тысяч Лет Ну Это интересно Конечно Для музеев Там Для историков Только Почему Вы доктор Сказали Что это чудо А потому Фомушка Что Туринскую Плащаницу Еще называют Пятым Евангелем Ведь на ней По сути Сохранилась Фотография Христа Чего Какая фотография Тогда и фотоаппаратов Еще не было Да уж, доктор Чего-то вы напутали Не напутал На Туринской Плащанице Остались Отпечатки Лика И тела Христа Алтай Принеси-ка Фотографии Правда Тут видно Лицо И этот лик Воссоздан С помощью Специалистов НАСА Не может быть Тех самых Космических Дядя Валера Их Очень уважает Да, Фома Тех самых Дело в том Что отпечаток На плащанице Является Негативом А когда его Преобразовали В позитив Ничего Я не понимаю Да тебе не надо Вырастешь Поймешь Главное Что я понимаю Дядя Валера Тоже поймет Рассказывайте Дядь Миш Лик проявился То есть Люди смогли Увидеть его Совсем недавно Когда появились Современные Способы Реставрации И фотографирования Ну как же Это могло Получиться Не понимаю Выходит Христос Когда воскрес Не просто Прошел Через эту ткань А оставил На ней Свой отпечаток Как будто Прожег Получается Ты близка К истине Ученые Установили Что тело Иисуса Прошло Сквозь полотно Опалив Волокна Как будто На ткань Воздействовала Какая-то Энергия Вот Вот как я угадала Это наверное Когда Иисус Воскрес Тело у него Уже было Не совсем Обычное Поэтому И отпечаталось На этой Площанице Да Тело В момент Воскресения Преобразилось Стало Совсем Иным А может быть Это тело Стало Как солнце Как ядерная Энергия Тогда понятно Почему Иисус Не разрешил Марии Магдалине До себя Дотрагиваться Он за нее Боялся Но чтобы Не обжечь ее И не облучить А как же тогда Он другим являлся Он их облучить Не боялся Ну Фома У тебя и фантазия Этого никто Конечно не знает К тому же Те реакции Которые происходили Вряд ли по зубам Сегодняшним физикам Даже дядя Валерия Верочка Иисус не просто Являлся другим Апостолом Но и разговаривал С ними И даже позволял Дотрагиваться До себя Кому позволял Дотрагиваться Дядя Миша Ну апостолу Фоме Например О Фоме Тезка мой Все ученики Христа Долго не могли Поверить В воскресение Христа Но твой Тезка Апостол Фома Сомневался Дольше других Это про Фому Неверующего что ли Я что-то Слышал А я нет Сейчас расскажу Но сначала Давайте вернемся Домой Алтай Иди-ка сюда Вот молодец Беремся за поводок Закрываем глаза Мы дома Дядя Миша Разогревайте скорее чай Хорошо Я быстро Давай, Вер Я расскажу Пока что знаю Я раньше Эту историю Правда Не связывал С тем Что мы только что видели А теперь Она стала понятнее А ты Откуда про нее Знаешь От дяди Валеры Представляешь Он мне что-то Объяснял А я не верил И он меня тогда Назвал Фомой Неверующим А я спросил Почему Значит Ты ему не поверил Что ты Фома Неверующий Ладно тебе В общем Был такой апостол Фома Ученик Христа И он не поверил Что Иисус воскрес Потому что Не видел Как Иисус Явился всем Другим ученикам Фомы тогда И вернулся до своих ран И тогда-то уж Фома поверил Когда Фома увидел Раны Иисуса Он со слезами Упал на колени Но Михаил Гаврилович Тогда в разговоре Дядя Валера Мне так и не смог Ответить на один вопрос Какой вопрос Какой вопрос Фома Я вот не понимаю Как Иисус Мог быть живым И разговаривать Если у него На теле Были смертельные Раны Ему же Ведь даже Сердце Копьем Проткнули Там на кресте Вы же доктор Вы должны Как-то это Объяснить Фома Так у Христа Тело уже было Необыкновенное Не такое Как у нас Именно Иначе Как бы он смог Проходить сквозь стены Являться своим ученикам Становиться невидимым Нет Так-то мне все ясно Но все равно Не до конца Фома Ты правда На апостола Фому похож Пока сам не увидишь Не услышишь Не дотронешься Ничему не веришь Ну почему это Я вот например Этот кусок кулича Еще не пробовал А уже верю Что он вкусный И сейчас в этом Лично убедюсь То есть Убеждусь Убеж Ой А я свой кусок Еще и вареньем намажу Чтобы еще Убедительней было Ешьте Ешьте Все в храме освященное Зачем освященное? Ну чтобы лучше видно было Зачем же еще освящают? Фома Вера Не освященное А освященное Есть древняя традиция Освящать еду И разные вещи Окружающие христианина Освящая что-то Хоть этот кулич Хоть место Где будет выстроен новый дом Мы посвящаем их Господу И спрашиваем на это Божие благословения А для чего? Если просто съесть кулич Он что будет не таким вкусным что ли? Почему? Будет вкусным Но вот вспомни Вы с Верочкой Пили у меня однажды Крещенскую воду Простая вода Со временем портится А освященная Остается нетленной Она как будто Вода из рая Так же и пища А все другое Что освящается Машины Дома Они тоже Как будто из рая Никогда об этом Не задумывался Не уверен что так Но В любом случае Все что освящается Словно прикасается К будущей жизни Служит нашему спасению Наполняется Божьей благодатью А-а-а Понимаю о чем Вы говорите Я вчера На окрестном ходе Тоже Наполнилась Благодатью Мне вдруг Так хорошо стало Когда все Запели Да, Верочка В это время Многие Испытывают радость Только я не поняла Почему там все время Поют про живот Вер, ну все просто же Живот это жизнь По-славянски А давайте-ка я вам Сейчас запись поставлю Послушайте, как звучит Главное пасхальное песнопение Красиво! Значит, он нам не живот А жизнь даровал Вчера тоже так пели А еще колокола звенели Дин-дон, дили-дон Бум-бум-бум А сами-то вы в колокола еще не звонили? Нет А что, можно разве? Можно Всю пасхальную неделю Всем можно звонить в колокола Прям подняться туда наверх И самому звонить Конечно, но со взрослыми Я хочу И я! Если хотите Я сегодня с вами схожу Вместе поднимемся на колокольню И позвоним Я покажу вам один красивый перезвон Которому меня научили в монастыре Можете и родителей с собой взять И дядю Валеру Вот, точно Дядя Валера ведь играл в ансамбле на ударных У него на колокола хорошо получится И бабушку возьмем Не, Фом Бабушка не пойдет Она же собиралась ехать на кладбище А, правда Бабушка всегда на Пасху ездит на кладбище И с собой берет дядю Валеру Чтобы он оградку там покрасил Главное я ей говорю Бабушка Нельзя на Пасху на кладбище ездить Я сам по телевизору слышал А она смеется Кто же меня запретит, говорит Дядя Миша А почему нельзя? Верочка Я бы так категорично не говорил До революции было так Сразу после пасхальной службы Верующие приходили на могилки своих близких Которые, как правило, располагались рядом с храмом И произносили радостное Христос воскресе! Как будто они живые Потому что у Бога Все живы Именно Ведь наш Господь не есть Бог мертвых Но Бог живых Мы и святых, и наших сродников Воспринимаем как живых Первым мы молимся Как нашим друзьям и заступникам А вторых Мы молимся, чтобы Господь помиловал их При этом и те, и другие Молятся за нас Как здорово! Все друг за другом молятся И мертвые, и живые Это потому что все друг друга любят Как одна большая семья Но, конечно, плакать Молиться о упокоении Служить панихиды на Пасху нельзя Да и оградкой лучше заняться в другой день Потому что это радостное время Если души умерших на Пасху радуются То им будет странно и непонятно Почему их близкие над ними плачут в этот день Выходит, зря дядя Валера с бабушкой едут на кладбище Вера, ты же знаешь, что Господь заповедовал нам никого не осуждать Но если вас спросят Вы можете сказать, что для этого есть другой день Особенный И называется он Радоница От слова радость? Да Этот день еще иногда называют Пасхой мертвых Пусть тогда бабушка с дядей Валерой Если им так хочется, приедут на кладбище И скажут Христос воскресе А потом сразу домой А молиться и оградки красить Пусть едут на Радоницу Или в другой день Так? Какая же ты умница, Верочка Ага Приедут на кладбище, скажут Христос воскресе А им из могил в ответ Воистину воскресе Так что ли? Вот ты смеешься, Фома А ведь и в истории уже было нечто подобное Аааа Как страшно Ну, вовсе ничего страшного А что там было, расскажите Однажды на Пасху Монах по имени Дионисий Пришел в ближние пещеры Одно из мест в Киево-Печерской лавре Где покоятся мощи святых И вот В порыве пасхальной радости Он воскликнул Отцы и братья Христос воскресе А в ответ ему раздалось Воистину воскресе Вот это да Здорово Потому что у Бога все живы Христос воскресе Воистину воскресе Главное, ребята Что Пасха Это праздник светлый Не праздник грусти и скорби А праздник радости Наш Российский праздник Всемирный Но ведь у нас же его отмечают По-особенному Куличи пекут Пасхи готовят Ходят крестным ходом И катают деревянные яйца на горке Помнишь, как мы катали, Фома На детском празднике Деревянные яички Катятся по горке И сбивают другие Кто чье яйцо Собьет Тот его себе и забирает Можно так долго играть И в других странах Играют в пасхальные игры В Сербии, например Там, как и в России Дети катают яйца У кого яйцо дальше укатится А в западных странах Утром на Пасху Дети ищут спрятанные яйца Где ищут? В доме Во дворе А потом находят Гнездо пасхального кролика В котором сложены Разноцветные яйца Настоящего кролика? Нет Не настоящего, Верочка Сладкого Сувенирного Еще на Пасху Во многих странах Устраивают ярмарки Украшают цветными яйцами Кусты и деревья Дарят подарки Словом, все радуются И веселятся, как могут Но не все Почему не все, Фома? Потому что не все же верующие И не все праведники И чего? От того Вот верующие Которые заповеди соблюдают Те на Пасху радуются И подарки друг другу дарят И говорят Христос воскресе И в колокола могут звонить И яйца друг другу дарить А остальные нет Да почему же нет-то? С чего ты это взял? Ну как с чего? Христос был безгрешным, так? Апостолы и жены мироносицы Тоже святые В церковь ходят верующие Они постятся, молятся Стоят на службе Вот для них как раз Пасха и праздник А для нас Мы с тобой почти не постились Что же нам, не праздновать что ли? А бабушке, маме с папой Тоже не праздновать? А дяде Валере Он и не постился И в церковь не ходил А я ему вчера Подарила красенку Зря выходит Конечно не зря Верочка Фома Ты ошибаешься Пасха Праздник для всех Для жителей всех стран Для верующих И сомневающихся Для христиан И не христиан Для грешников И праведников Это вы так считаете Или так говорите Потому что мы дети И нас нельзя Психологически Травмировать Ох, Фома Это церковь так считает Господь спасает всех Кто искренне попросит У него прощения И нас тоже И вас Ну, если искренне Попросим прощения, да? Конечно И всех грешников Если только покаются? Да А Пасха Она для всех? Конечно Ох Что-то Не верю Что ж Фома Неверующий Послушай тогда Что говорит святитель Иоанн Златоуст Один из величайших Христианских святых Слово которого Читается в храме За богослужением Каждую Пасху Усердные и ленивые Почтите день сей И ленивые Постившиеся И не постившиеся Возвеселитесь сегодня Это с удовольствием И никто пусть не рыдает О своем убожестве Ибо явилось Общее царствование Никто пусть не рыдает И никто пусть не плачет О своих прегрешениях Ибо прощение всем Из гроба воссияло Ого Прощение всем воссияло И никто пусть не страшится Смерти Ибо освободила нас От смерти Спаситель его смерть Это точно Спасибо вам, дядя Миша За удивительный день Пожалуйста Пожалуйста, дети И вам спасибо Приходите еще Христос воскресе Воистину воскресе В гостях засиделись Конца вопросам нету Прощаемся, Вера, Фома Порою вопросы важнее, чем ответы Пусть жизнь нам ответит сама О дальнем, о вечном О личном и сердечном О жизни, о вере О мире бесконечном Мы будем беседовать вновь С Алтаем слетаем Мы дальше, глубже, выше И снова услышим Рассказы дяди Миши А ты нам вопросы готовь А ты нам вопросы готовь Дорогие друзья Благодарим вас за помощь в создании программы Ваши пожертвования – это наши новые выпуски Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова